Приветствую вас дорогие друзья, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, а мы начинаем. Талантливых детей много, причем интересный факт, чем дальше от столицы, тем больше уникальных самородков на земле русской. Но вот незадача, на голубых экранах мы видим не всегда самых ярких маленьких звездочек по сравнению с тем, какие бриллианты можно найти в простом доме культуры где-нибудь в Тверской области. И вот какую историю поведала мне моя знакомая, чей ребенок пробовал свои силы в этом конкурсе. Также в видео приведены примеры и других детей, которые она знает лично. То, что проект «Голос. Дети. Честный и неподкупный» сомнений не вызывает. Хотя, скорее всего, Микела Абрамова будет исключением. Мои многочисленные знакомые, чьи дети штурмовали Первый канал, уверяют, что все организовано хорошо, профессионально и в условиях очень жесткой конкуренции. И даже продюсеры двухтысячных, чьи имена мы помним, например, Евгений Орлов или Евгений Фринлянд, увы бесены перед проектом Первого канала. Соревнование подразумевает не только виртуозное владение вокальной техникой, но и стальные нервы. Счастливчиков, которых пригласили на кастинг в Москву, должны выдержать 20-часовые съемки. Начинаются они в 9 утра в Останкино, а когда закончится, не знает никто. Все это время каждый участник находится в боевой готовности, поскольку вызвать на сцену могут в любой момент. Но давайте все же по порядку. Прежде всего, на сайте телеканала надо заполнить анкету, где просят прикрепить две аудиозаписи, несколько фотографий и видео выступления. Редакторы и продюсеры, конечно, обращают внимание на сочные и необычные голоса, на технику владения этим голосом и внешность конкурсанта. 90% того, что ребенка заметит, это удачная песня. Это должен быть либо хит, который зажжет, либо лирика, который пробьет на слезы. Качество записи не играет роли вообще, вы можете сделать ее на чьей-нибудь домашней студии за пару тысяч рублей. А после этого начинается долгое и томительное ожидание. А если все же вам позвонили, то добро пожаловать в Москву. Билеты и проживание за свой счет. Обязательные платные занятия с педагогами проекта стоимость от 5000 рублей за урок. Костюмы тоже за свой счет, причем они должны соответствовать определенному уровню, о котором вам расскажут заранее. Кстати, далеко не все дети, которых отобрали редакторы, попадают на слепые прослушивания. И не все, кто пел на прослушиваниях, попадут в эфир. А все очень просто, претендентов намного больше, чем эфирного времени. Поэтому в проекте создается определенная очередь. То есть тот, кто удачно прошел отбор, но не попал в текущий проект, автоматически попадает в следующий. Но часто бывает так, что пока наступит следующий сезон, участник вырастает из категории детей. Печально, но факт. Если же все идет как по маслу и вы проходите в следующий этап, то в Москву приезжаете уже каждый месяц, пока идут съемки. И каждый раз это все за свой счет. И костюмы, педагоги и билеты. А если так ездить откуда-нибудь из-за Байкальского края, то на каждую поездку будет уходить примерно по 30-50 тысяч рублей. А вдвое больше уйдет на психологическую реабилитацию ребенка после проекта. Напряжение настолько сильное, что многие перестают спать, есть и полностью теряют эмоциональные ориентиры. Конечно, попасть на голубой экран это здорово и почетно. Но даже самые сильные, дошедшие до суперфинала, не получают заветных контрактов и гарантированного продвижения. Я знаю несколько родителей, которые после вполне удачных выступлений детей на этом шоу, бросили все и переехали в Москву. А вместо прекрасных, перспектив забвения, гонка на выживание и покалеченная психика юных артистов. Ну что, вы бы хотели бы отправить своих детей на этот конкурс?